Мы рассматриваем с вами философию эпохи Возрождения. Да, вот, остановились мы на идее всестороннего развития человека и физически, и духовно. Значит, основные черты той эпохи, которую мы рассматриваем, это конец 13-го, начало 14-го века в Западной Европе. Значит, возрождение античной культуры, возрождается новая культура самих западноевропейских народов. И идет секуляризация, то есть освобождение от церковных институтов всех сфер общественной жизни, ориентация на искусство, философское мышление антропоцентрично, то есть человек стоит, не бог, а цех человек. Идея всестороннего развитого человека, и физически, и духовно. Гуманизм. Гуманизм. Гуманизм – это учение о том, что все для человека должно быть. Основные представители Николай Кузанский, Лоренса Вала, Мишель Монтейн, Жордана Бруно, Пикаделла Мирандолла. За эпохой возрождения идет, за философией эпохи возрождения идет философия нового времени. Основные идеи философии нового времени. Средниковье усомнилось, что все истины можно считывать со священного писания, и возрождение поставило задачу выяснить, что является главным в человеческом познании – ощущение или разум, интуиция или рассуждение. Поэтому одна из главных задач философии нового времени – проблема метода научного познания. Вот вы слово «метод» все знаете, конечно, правда? А кто-нибудь может сказать, что такое метод? Вот, наверное, товарищ наркотики начал потреблять, и уже не может оторваться у нас, пропал один. Метод – что такое? Кто-нибудь может сказать? Ну, это способ исследования. А? Это способ некого теоретического исследования. Метод – это способ, а способ – это метод. И так мы от одного к другому… То есть, на самом деле, вот до понятия метода долго-долго люди доходили, до метода исследования. И только у Гегеля понятие метода получило такое развертывание в его диалектической философии. Вот у него, знаете, как метод определяется? Метод – это осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета. Осознание формы внутреннего самодвижения содержания исследуемого предмета. То есть, не навязывать вы должны метод какой-то извне, какой-то способ придумать. Надо осознать форму самодвижения, того содержания, которое есть. То есть надо содержание взять исследованием того живого, что вы изучаете. А раз оно живое, оно противоречиво. А раз оно противоречиво, там идёт борьба противоположностей. Правильно? Потому что если вы говорите о осознать форму самодвижения. А что значит осознать форму самодвижения? Выразить в понятиях. Вот когда вы в понятиях выглядите, это всё в самодвижении, ваш материал, который вы изучали, он будет представлен как живой, но в понятиях. Это будет вот метод научного исследования. Ну вот здесь пока идёт разговор о методе, о том, что это такое. Проблема метода научного познания. А проблема – это что такое проблема? Что такое проблема? Вы знаете, что такое проблема? Это проблема. Сказать, что такое проблема – это проблема. Это какой-то затруднительный вопрос, положение, затруднение. Что, любой вопрос – у вас уже проблема? Нет, затруднительный. Затруднительный вопрос. Какой? Затруднение. Это же вопрос? Да, непростой вопрос. Трудно разрешимая задача называется проблема. Трудно разрешимая. То есть лёгко разрешимая задача не является проблемой. Проблема. Так, поэтому проблема метода научного познания. Что является методом научного познания? 17 век принёс идеи свободы личности, её прав, чувство достоинства. Человек – это уже не покорный воле Бога послушник и не рыцарь. Это предприимчивый купец, любознательный учёный, отважный первооткрыватель новых земель. Вот, так сказать, каким тут предстал человек в философии. Это требует иных идеалов в философии, которые должна объяснить мир, в котором живёт человек, цели, которые он ставит перед собой, идеалы, которыми питается его душа. Условно, началом новой истории считается английская буржуазная революция 1640 года, которая знаменовала начало нового периода, эры капитализма или индустриальной цивилизации. Безграничная вера в человека, его разум, науку и прогресс – вот главные отличительные черты духовной жизни этого периода. До этого была вера в Бога, а человек, так сказать, подчинён Богу, ищет Бога, покорен Богу. А здесь вот вера в самого человека, в его разум, науку и прогресс. Основателем эмпиризма и создателем индуксивной логики является Фрэнсис Бэкон, 1561-1626 годы. Джон Локк, 1632-1704 годы. Он написал трактат «Опыт о человеческом разуме». И подчеркнул, что всё знание из опыта. Идея выводится из двух источников. А. Из ощущений. И Б. Восприятие. Действия нашей собственной души. Номинализм – все вещи единичны, но мы можем образовать общую идею, которая применима ко многим частностям, и этой общей идее дать название. Согласно номинализму, знания мы получаем. Первое. Через интуицию. У вас есть интуиция? Вот интуитивно. Сколько вы получите на экзамене? Как карму разрастать. Ну, ещё есть время карму поправить, да. Так. Интуиция. Раз. Через рассуждение. Исследование соответствует или несоответствие двух идей. Через ощущения. И вот здесь учение Джорджа Беркли, которое особо можно выделить. Это и епископ такой был. Который подчеркивал относительность воспринимаемых качеств. Протяжение, форма, характер и скорость движения. От положения, воспринимающего эти качества субъекта. Тезис. Чувственные вещи только те, которые непосредственно воспринимаются чувствами. А раз всё, что вы воспринимаете, проходит через ваши органы чувств, вы можете считать, что ничего, кроме того, что есть в ваших органах чувств, и нет. Потому что всё равно всё проходит через органы чувств. То есть вот я, например, могу считать, что нет тут никаких студентов, нет никакой аудитории, а вы как во сне у меня. А я потом проснусь, и ничего этого и нет. И это опровергнуть невозможно. Вы будете опровергать, я скажу, так вас же нет. Вы же у меня здесь вот просто в органах чувств, в моей голове. Это вот субъективный идеализм, самый последовательный. Настолько последовательный, что его опровергнуть невозможно. Как вы будете меня опровергать? Вы будете опровергать, я скажу, ну вы же просто у меня в глазах. Просто на сетчатке вы у меня. Всё равно всё. Вода эта из мира только через глаза, через уши, через осязание, обоняние. Поэтому проще считать, что это всё, вот есть только я и вот мои органы чувств. Больше ничего нет. И это никакой логикой вы опровергнуть не можете. Неопровержимо. Логикой субъективный идеализм опровергнуть нельзя. Можете его принимать, можете не принимать. Не хотите, не считайте, что я один только есть на земле. Считайте, что вы тоже есть, это ваше дело. Поэтому и говорят о партиях философии. В том смысле, что кроме всяких доказательств, ещё вот одни стоят на идеалистической точке зрения, а другие на материалистической. А если на идеалистической точке зрения стоят, ну, значит, есть вот идея какая-то или Бог. И вот всё, что вы сейчас говорите или головой качаете, и так это Богу угодно. А то, что я вам сейчас буду говорить, тоже Богу угодно. Меня Бог наставил и дал мне истину, чтобы я её разносил, до вас доводил. Ну, как вы будете это опровергать? Будете опровергать, это Бог вам разрешает, попускает вам, попустительствует, чтобы вы говорили такое. Потому что Он не против рассуждений, не против знания. А то, что знание – это и есть Слово Божие. Вы против Слово Божие? Смотрите, как бы вам не сгореть в гиенне огненной потом. Так что вот такие дела. Подумаешь, экзамен – это по сравнению с гиенной огненной одно удовольствие. Экзамен – это ерунда. Пустили, побеседовали и пошли. Так, вот ещё Дэвид Юм, похожие точки зрения занимал. Он исходит в своей философии из ощущений или впечатлений субъекта. По вопросу об источнике, ощущений занимает агностическую позицию. Это что значит? Не знаю и всё, не знаю, какой источник ощущений. Агностик я. Вот так вот вы придёте на экзамен, я скажу, даю вам вопрос, а вы мне не отвечаете. Я говорю, вы почему не знаете? А вы скажете, потому что я агностик. И всё. И уже вроде как вам только пятёрку надо ставить уже. За то, что ты знаешь Слово? Да. Ну так вы знаете, что вы агностик, а не просто не знаю. Если я просто не знаю, это не философское выражение. Не знание. А если вы скажете, я стою на позиции агностицизма. Не знаю я. И это моя принципиально-философская позиция. Вы, как представитель философской другой позиции, должны эту позицию уважать. Мы с вами коллеги. Вы не агностик, я агностик. Всё, на равных. А раз на равных, вы профессор. Ну я не профессор, но пятёрку тоже я заслуживаю всяко. Правильно? Вот и всё. Так что надо так наступательно позицию занимать. Раз мы это... Значит, для чего это мы всё даем? Ну, чтобы использовать при случае. Так. Вот при этом, значит, Юм считает невозможным исследовать в этом вопросе за Беркли. Ссылаться на наличие всемогущего существа, так как никогда человеческий опыт не может доказать существование божества. Вот уже до чего договорился Юм. Человеческий опыт не может доказать существование божества. Вот Бог запросто может доказать существование человека. А человек существование Бога не может. Потому что Бог – это всемогущий, а вы-то не всемогущие. Как вы можете доказать существование Бога? Слишком много на себя берёте и доказывать, что Бог есть. Видите, как получилось? Есть Бога, если будешь доказывать, что нет, могут тебя сжечь? А будешь доказывать, что Бог есть? А кто вы такие, доказываете, что Бог есть? Вот кто это поручил? Как можете вы, человек, доказывать что-то о Боге? Так что это вот так непросто. «Но Юм не следует и за материализмом. Человеческому уму недоступно ничего, кроме образа или восприятия». Дескать, тут есть какие-то образы, восприятия, и всё. Ну, что увидели, то увидели. Чего услышали у меня, то и услышали. Чего получили на экзамене, то и получили. Ну, и всё. Не надо дальше думать. Живём сегодня. Сегодня они умерли, не умерли. Да живём до завтра. Если завтра не умрём, порадуемся. А если умрём, так и не грустить не будем. Почему не будем грустить? Потому что нас не будет уже, и поэтому и грусти нашей не будет. Всё хорошо. Борух Спиноза. 1632-1677 год. «В основе философии Спинозы учение о единой всеобъемлющей субстанции». Хитрый он был философ. То есть он считал, что природа и Бог – это одно. Одно. Поэтому они не разделены. Поэтому в этом смысле нету. Вот он как бы преодолел деление на материализм и идеализм. И идея, и материя – это одно. Всё обладает разумом, а разум материален. И всё. Субстанция – это то, что существует само в себе и представляется само через себя. Субстанция вечно, безначально, бесконечно, неделима. Атрибуты субстанции выражает её сущность. Субстанция без атрибутов – голос существования, того, что существует. Без атрибутов нет субстанции. Вот у вас есть компьютер, на котором вы набираете? Это атрибут ваш. Отбери у вас. И нет субстанции. И всё, как? А вы уже привыкли? А всё, и всё пропало. Но тогда у вас другие атрибуты найдутся, правда? Вы ручкой будете записывать. Ручку отберут. Вы будете в памяти это всё запоминать. То есть с вами не справиться. Атрибуты – это те качества, которые не могут уничтожаться и изменяться. Это протяжённость и мышление. Спиноза отрицает существование врождённых идей, признаёт наличие у человека способности приобретать знания. Лучше бы врождённые были идеи, правда? Не надо было бы и на лекции ходить. Если есть врождённые уже все идеи. Только проверить, и всё. Задача отыскания научного метода заключается в том, чтобы проследить тот путь, которым мы приобретаем истинные идеи. Видите, это вот уже такая нестандартная мысль. Проследить тот путь, которым мы достигаем истинные идеи. Вот это вот метод научного познания. Осознать. А уже у Гегеля звучит осознание формы. Внутреннего самодвижения, содержания. Содержание же идёт от низшего к высшему, от простого к сложному, развивается. Надо осознать, проследить путь познания. И тогда, да, получим метод. Спиноза выделяет четыре способа приобретения знания. Вот, четыре способа вам сразу. Любой выбирай и приобретай. Первый. Знание по наслышке или по какому-то произвольному признаку. Спиноза его отбрасывает. Ну, вот сейчас у вас, похоже, знание по наслышке. Вы же на слов воспринимаете то, что я. Ну, это точно по наслышке. На лекции. Ну, Спиноза отбрасывает его. Второе. Знание из беспорядочного опыта. То есть опыта, который не определяется разумом. Из житейского обихода, обывательского, можно сказать. Тоже знания нахватались всего. Кто что сказал? Где-то откуда это взялось? Кто это сказал? Такое знание тоже. Третье. Знание о сущности вещи заключаем по другой вещи. По некоторому следствию находим причину. Это хотя и научный путь, но не даёт нам внутренне достоверного, строго необходимого знания. Если вы хотите что-нибудь проверить, лучше проверять на мне, а не на себе. Потому что так вы себя сохраните. А так неизвестно, что будет. Правда? Четвёртое. Познание, при котором вещь воспринимается непосредственно через её сущность. Этот способ, интуитивный, даёт нам безошибочное, адекватное, строго соответствующее самой сущности вещи знания. Вот как. Интуиция у спинозы – рационалистическое, чисто умозрительное познание сущности вещей. И только интуитивным способом мы безошибочно познаём существо вещей. Надо вырабатывать интуицию, короче говоря. И будете сущность вещей познавать без проблем. Следующее учение крупное философское – это учение Лейбница. Готфрид Вильгельм Лейбниц, 1646-1716. И надо сказать, что Лейбниц был ещё и крупным математиком. Разработал дифференциальное исчисление. Два человека разработали – Лейбниц и Ньютон. Лейниц своё учение обосновывает исходя из двух положений. Субстанция, как исходное начало, должна отличаться абсолютной простотой и неделимостью. Монады у него такие. Всё, есть монады. Как бы такие атомы, но атомы, которые в себе заключают сущность всего. Субстанция должна обладать способностью действия и самостоятельностью. Как простая сущность, она не может быть протяжённой и находиться в пространстве, так как пространство бесконечно делимо. Поэтому монада не может быть ни физической, ни геометрической точкой. Она есть метафизическая точка или центр деятельной силы. Так как материя, имея в виду VII век наш и XVII век, пассивна и только духу присуща способность непрерывной деятельности, то монады – это духовная субстанция. Монады вечны и неизменны, они индивидуальны. Единство и согласованность в монад есть результат божественной предустановленной гармонии, которая превращает каждую монаду в живое зеркало Вселенной. В учении Лебница о монадах переплетается его метафизика, божество, предустановленная гармония и диалектика, принцип самодеятельности субстанции. А в учении опознания Лебниц – рационалист. Врождённая идея находится в интеллекте, в зародышевом состоянии, неосознанной и лишь постепенно развивается до полного осознания. Вот так. Может быть, у вас уже есть у всех врождённая идея и философия, и надо дать им немножко развиться, и всё. Как раз надо за это время, у нас когда план составляли, видимо, как раз на семестр нужно, чтобы интуиция дошла до знания. Ну, вот так мы подошли уже к философии Нового Времени с вами. Философия Нового Времени. Вот философия эпохи Просвещения. Восемнадцатый век. Восемнадцатый век в истории мысли неслучайно называют эпохой Просвещения. Научное знание, ранее бывшее достояние мужского круга учёных, теперь распространяется вширь, выходя за пределы университетов и лабораторий, в светские салоны Парижа и Лондона, становясь предметом обсуждения среди литераторов, популярно излагающих последние достижения науки и философии. Уверенность в мощи человеческого разума, в его безграничных возможностях, в прогрессе наук. Вот пафос эпохи Просвещения. В Англии философия Просвещения нашла выражение в творчестве Джона Локка, Толланда, Коллинза, Шефтсбери. Завершают английское просвещение философы шотландской школы Рид, Адам Смит, Дэвид Юмк. Во Франции это Вольтер, Руссо, Дидро, Аламбер, Кандилья, Гольбах, Ламетри. В Германии носителями идеи Просвещения стали Лессинг, Гердер, Эммануил Канд. Особенностью французского материализма была ориентация на естествознание, прежде всего на механику. Важнейшей теоретической опорой французского материализма было естествознание. Небесная механика, созданная трудами Коперника, 1473-1543 годы. Галилея, 1564-1642 годы. Иоганна Кеплера, 1571-1630 годы. Подорвало библейскую космологию. Вот эти специалисты по небесной механике могли определить, где, в какой точке будет находиться небесное тело, и не по велению Божьему, а по законам небесной механики. В результате разработки земной механики обнаружилась несостоятельность аристотельской физики, включенной средневековыми схоластами в христианское учение о природе. В работе Ньютона, 1643-1727 годы, в математическое начало натуральной философии механика приобрела внутреннее единство и относительную завершённость. Это и оказало влияние на их материализм. Он механистичен. Что касается просветительской трактовки человека, то французские материалисты утверждали, что человек по своей природе добр, и его нельзя осуждать за стремление избегать страдания. Вспомните начало нашей первой лекции, когда говорили, что надо вот в страдании жить, а тут наоборот, вот избегать надо страдания. И нельзя осуждать человека, он хочет избежать страдания. И любить удовольствие, поскольку такова природная сущность человека. А всё природное – хорошо. Так что вот сейчас пойдёте обедать, и спокойно можете руководствоваться этими соображениями. В XVIII веке вновь возрождается та тенденция в решении индивидуального и всеобщего, природного и социального, которая характерна для некоторых школ античной философии. Поэтому французские материалисты исходили из того, что человек – существо природное, а потому именно чувственные склонности рассматриваются как основное определение человеческого существа. И вот так мы подошли к основным идеям и принципам немецкой классической философии. Немецкая классическая философия – философия конца XVIII – первой половины XIX века и завершение традиции классической европейской философии в целом. Традиционно немецкую классическую философию связывают с именами Эммануила Канта, Иоганна Готлеба Фихте, Фридриха Вильгельма Шеллинга, Георга Вильгельма Фридриха Гегеля. Человек в немецкой классической философии перестал быть статичной фигурой. Немецкая философия антропологична в широком смысле этого слова. Для Гегеля человек – это необходимое завершение развития идеи. Для Ефирбаха главное – эмоциональная жизнь человека. Человек – непассивный отпечаток природы. Немецкая классическая философия – это философия деятельности. Активный субъект познания, переживания, преобразования и творения мира – это центр немецкой философии. Духовный мир наполняется нравственными, эстетическими, религиозными ценностями. Жизнь духа – это не только жизнь рассудка. Миф, иллюзия, воображение изгоняются из предмета исследования. Сфера социальной жизни, истории, предстаёт как целостное и подчинённое объективным законам явлений. Труд, прогресс, свобода прочно входят в круг исследуемых проблем. Творчество Эммануэла Канта 1724-1804 годы делится на два периода – докритический и критический. В работах докритического периода Кант – эмпирик. Он занимается проблемами естествознания, происхождением Солнечной системы, взаимосвязь приливов и вращения Земли, история человеческих рас, классификации животного мира. Критический период начинается с 70-х годов. Основные работы этого периода – критика чистого разума, критика практического разума, критика способности суждения. За Кантом следует Гегель 1770-1831 годы жизни. Основой всего существующего, полагает Гегель, является некое безличное духовное начало, абсолютная идея. Вот в начале что есть – абсолютная идея. По своей природе она – начало деятельное. В процессе своего диалектического саморазвития идея проходит три основных этапа. Первый этап – логический. Эта идея действует в стихии чистого мышления и развивается в форме чистых логических сущностей. На этой ступени абсолютная идея выступает как система логических категорий и понятий, как система логики. Эта часть учения Гегеля изложена в науке логики. На втором этапе идея отчуждается в природу, которая является набытием идеи. Учение о природе Гегель изложил в философии природы. Высшей третьей ступенью саморазвития идеи является абсолютный дух. Этому посвящена философия духа. На этой ступени развития идеи обогащенная всем пришествующим развитием возвращается к себе и получает необходимую конкретность. Форму конкретизации идея получает в облике субъективного, объективного и, наконец, абсолютного духа. Гегель построил очень стройную систему и наиболее стройной частью этой системы является наука логики, в которой представлена система основных категорий философии, которая навсегда вошла в философскую науку и которая подлежит не только рассмотрению её как идеалистической системы, но может быть истолкована вполне материалистически. То есть вот это одно и то же движение понятия от простого к сложному может трактоваться и идеалистически, и материалистически. И, можно сказать, не случайно, что вот после Гегеля выступил Людвиг Фейербах 1804-1872 годы. Он свою философию назвал антропологией, то есть наукой о человеке. Антропологией. Человек, по Фейербаху, это жизнь ума и сердца. Человек неотделим от всего многообразия его эмоций и переживаний. Основной работой Фейербаха является книга «Сущность. Христианство». Разгадку веры, пишет он, нужно искать в глубинах человеческой психики. Поэтому психологию религии надо дополнить антропологией религии. Главным отличием фейербаховского атеизма от атеизма материалистов-просветителей был анализ не феномена религии, а корней религии, выявления её оснований в чувствах человека. Человек на протяжении всей истории чувствует свою ограниченность, конечность, беспомощность и бессилие по отношению к неподвластным ему силам природы и общества, которые определяют его существование. Он чувствует зависимость от них. Но Фейербах против того, чтобы в основу чувства религиозности положить чувство страха. Это чувство включает в себя также и упование на лучшее, и надежду на освобождение от опасностей, и восторг, преклонение, благодарность. Выдающееся значение фейербаха не ограничивается его вкладом в историю атеизма, не меньшее значение имеет его вклад в историю философии. Начав свою философскую деятельность как сторонник Гегеля, он решительно прорывает гегельянство. Идеализм с неизбежностью возвращает философию к давношему принципу его философия служанка богословия. Про возглашение этого атеизма огромная заслуга Фейербаха. Итак, мы подошли уже к современной нам философии. Первое, что мы рассмотрим, это философия марксизма под влиянием философии Фейербаха. Сменил свою позицию на материалистическую, а затем создал собственную философию диалектического и исторического материализма бывший младый гегельянец Карл Маркс. 1818-1883 год. Вместе с Энгельсом 1820-1895 годы он создал учения диалектический и исторический материализм. Раскрыв сущность капиталистического производства и частной собственности, товара, денег и капитала, Маркс представил обоснование материалистического понимания истории. Материалистическое понимание истории означает, что в основе человеческой истории лежит производство и воспроизводство непосредственной жизни. Так, Энгельс записал книги очень, которые я вам очень рекомендую, «Происхождение семьи, частной собственности и государства». Очень маленькая работа и очень охватывающий большой период от начала человеческой истории, можно сказать, и до современности. Принципиальной новизной отличается и учение марксизма о человеке. Человек не просто существует в природе, а практически преобразовывает ее, изменяясь в этом процессе сам. Труд, практика первичны и исходные по отношению к духовному миру, к культуре. Практика предметна, в нее включены все виды деятельности человека. Второе, что мы рассмотрим в нашем обзоре истории философии, это иррациональную, иррационалистическую философию XIX века. Личность Зигмунда Фрейда 1856-1939 австрийского врача и психолога, основоположника психоанализа, стала легендой. Фрейд приходит к понятию бессознательного, который является глубинной реальностью и основой психического, в то время как до него к бессознательному относились понебрежительно. Развивая свои взгляды в настроении психики, он пришел к выводу, что пространство психики включает три инстанции – бессознательное, предсознательное и сознание. Ну, Гегель бы сразу сделал две инстанции. Он бы сразу предсознательное назвал границей бессознательного и сознания, поскольку граница – это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Ну, вот у Фрейда, так сказать, поскольку он кегелевской диалектикой не овладел, он их разделит просто на три части, на три отдельных ипостаси. До Фрейда бессознательно толковалось как то, что несознательно. Фрейд доказал, что бессознательно наделено своими собственными свойствами. В нем сосредоточены унаследованные психические образования, аналогичные инстинкты животных, а также все то, что было вытеснено в течение жизни индивида как недопустимое по своей природе, а по сути ничем не отличающееся от унаследованного. Предсознательное является посредником между сознанием и бессознательным. Это еще не сознание, хотя актуализация воспоминаний может сделать их осознанными, но и не бессознательное, так как оно не отделено от последнего цензуры барьером вытеснения. Позднее Фрейд сформулировал принцип удовольствия, которому подчиняется деятельность бессознательного, и принцип реальности, которым руководствуется предсознательное. Собразуется реальность внешнего мира, предсознательное сопротивляется асоциальным, сексуальным, эгоистическим желаниям и инстинктам, стремящимся проникнуть в сознание и вытесняет их обратно в бессознательное. В начале 20-х годов теория личности Фрейда находит завершение в том виде, в каком она получила распространение и стала основой для более поздних последователей психоанализа. Пространство психики стало иметь следующую структуру «Я», «Сверх-Я», «Оно». Сознательное «Я» является как бы полем борьбы двух сил. «Оно», исходящего из биологической сферы влечений, и «Сверх-Я» установок общества. В 1911-1913 годах разногласия в психоаналитическом движении приводит Лигмунда Фрейда к разрыву с ближайшими учениками Адлером 1870-1937 и Юнгом 1875-1961. Следующее течение, которое мы рассмотрим, уже близкое к современному, позитивизм, феноменология, герменевтика и экзистенциализм. Основные идеи и принципы философии постмодернизма. Позитивизм. Позитивизм – это философское направление основано на принципе, что подлинное положительное знание может быть получено лишь как результат отдельных конкретных наук, их синтетического объединения, а философия, как особая наука, претендующая на самостоятельное исследование реальности, не имеет права на существование. Создателем позитивизма является французский ученый Огюст Конт. Первая в кавычках классическая форма позитивизма представлена также именами Милля и Спенсера. Неопозитивизм возник на основе венского кружка Карнап, Найрат, Франк, Райхенбах и другие. Постпозитивизм – общий термин для обозначения ряда современных западных философских течений, возникших в 50-е, 70-е годы XX века в результате критики и ревизии неопозитивизма. К основным представителям постпозитивизма можно отнести Карла Поппера, Куна, Локатаса, Фейерабенда, Куна. Еще одно течение – экзистенциализм. А слово «экзистенция» или «существование» возникает накануне Первой мировой войны и его представители в Германии – Ясперс, Хайдегер, во Франции Сардр, Камю, Бабуар. В нем различают религиозное и атеистическое направление. Своими предшественниками экзистенциалисты называют Паскаля, Киркегора, Унамуна, Достоевского и Ницше. Бытие согласно экзистенциализму не есть ни эмпирическая, ни теоретическая реальность. Оно не выступает и как некая умопостигаемая сущность. Постигнуть бытие можно только интуитивно, вжившись, вчувствовавшись в него. Вот с этой точки зрения если вы экзистенциалисты, как вы можете постигнуть философию? Вжившись в философию, вчувствовавшись в нее, и вот тогда да. Пассивное бытие можно только интуитивно, вжившись, вчувствовавшись в него. Только тогда оно становится бытием человека. В центре философии экзистенциализма лежит проблема человеческой свободы. Свобода состоит в раскрытии природных задатков человека, в его раскрепощении, в развитии его сущностных сил. Человек свободен в том смысле, что он сам желает, намеревается проецирует свое бытие и себя, не определяясь ничем, кроме собственной субъективности, а ее сущность в полной независимости от того, что есть. Но в таком случае свобода становится формой проявления крайнего индивидуализма. Такое понимание свободы приводит к тому, что свобода становится своеобразным бременем. Бременем является и выбор. Человек может отказаться от свободы, перестать быть самим собой, стать как все, но этот отказ происходит вместе с отказом себя, как личности. Экзистенциализм отрицательно относится к разным формам коллективности. Все это ложное с точки зрения экзистенциализма, а не подлинное бытие. Мнимым является человеческое общение. Оно лишь подчеркивает одиночество каждого. Согласно Камю, перед лицом ничто, которое делает жизнь человека бессмысленной, прорыв одного индивида к другому невозможен. Единственным подлинным способом общения является объединение индивидов в бунте против нелепого и абсурдного мира, против конечности, против смертности, против всяческих ограничений и свободы, против незавершенства человеческого бытия. Это единственное творчество, творчество разрушения, творчество мятежа, рожденного отчаянием абсурдного человека. Вот у нас сейчас очень распространены протестные действия. Это что такое? Вот вы что-то делаете плохое, а я протестую. Вы делаете плохое, я тоже протестую. Они делают плохое, я тоже протестую. А что я хочу? Они ничего не хотят, я протестую. Это чисто негативные действия. Протест против того, что есть, без какой линии, без какой-то идеи, без какой-то мысли, без какого-то направления позитивного. Так что можно сказать, что это не мертвые философские течения, они так или иначе представлены в действиях. Это больших масс людей, и люди агитируют протестовать. То есть, к примеру, если возьмем экзамен, я вам ставлю двойку, а вы протестуйте. Вам протестовать надо или изучить философию? Изучите и поставлю вам пятерку. А можете настроиться на то, что ну и не важно, что я вам поставлю, не буду учить и все. Приду, пусть поставят меня, я буду протестовать. Потом вас выгонят из университета, а вы будете протестовать. Потом вас на работу не возьмут, опять будете протестовать. И так все время будете протестовать, и что будете? А вам не важно, важно, чтобы протестовать. И это бунт. Чем отличится бунт от революции? Революция имеет созидательное начало. От одной формы общества переходит в более высокую. А бунт? А бунт я против, и всё. Вот против я. Вопросы социального познания и его методов являются предметом исследований современной герминевтики. Герминевтика – термин греческого происхождения. Разъясняю и столковываю. Изначальные смыслы искусства, толкования Библии, литературных текстов и так далее. В кратком виде суть герминевтики расформулировал один из её основателей – Гайдамер. Фундаментальная истина герминевтики такова. Истину не может познать и сообщить кто-то один. Всемерно поддерживать диалог, давать сказать своё слово и инакомыслящим, уметь усваивать произносимое им. Вот в чём душа герминевтики. Главное понятие – понимание. Понимание – это способ существования познающего, действующего и оценивающего человека. Понимание – это не столько познание, сколько универсальное освоение мира. Оно неотделимо от самопонимания интерпретатора. Есть поиск смысла. Поэтому понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям. Я вам хочу привести один пример такого понимания мира, который был представлен на конференции. Вот товарищ выступает с закладом и рассказывает о том, что вещи есть только тогда, когда они наделены смыслом. Вот вещи. Есть смысл? Если наделены смыслом, то они есть. Вот смысл есть у этой вещи? Есть. Какой смысл? Писать на доске. А у этой? Писать на бумаге. А у этой? А то на чём писать. Пишут. И так далее. И вот, значит, долго объясняет, что для того, чтобы какие-то вещи существовали и обладали свойством бытия, они должны быть наделены смыслом. А если они не наделены смыслом, тогда, значит, выходит их и нет. Вот я сразу поднимаю руку. Я тоже был на этой конференции в качестве руководителя одной из секций. И спрашиваю. Ну, хорошо, значит, а если они первые, что я хочу сказать, кто наделяет смыслом? Вот вы, я или... Ну, сейчас не принято говорить Бог. Трансцендентные. Трансцендентные. То есть, мы не знаем, кто, но кто-то есть. Он говорит, ну, да. Но не мы же. Ну, так я правильно понимаю? Но если они не наделены смыслом, то их и нет. Да. Но если их и нет, тут нечего и наделять. Он говорит, Михаил Васильевич, зачем вы так? Я говорю, а ум ищи-то я пододену. И вот и весь доклад, он весь рассыпался. Могу привести другое, так сказать, у меня впечатление от общения с герменевтами. Вот. Они вроде как ученые, но иногда похожи на больных. За мной семинарские занятия вела очень способная аспирантка, очень хорошая. Ну, как диссертацию у меня по герменевтике. Герменевтика – искусство понимания. Не понимание, а искусство. Понять – это понятно, что выразить в понятиях. Если я не могу выразить в понятиях, значит, не понимаю. Почему не понимаю? Вам не могу передать. То есть я смотрю на вас, а никак не получается передать. А вы смотрите на меня, никак не получается воспринять. А в понятиях я могу вам передать. А искусство – это же не через понятия идет, правда? Искусство – что такое? Это такое… У Гегеля классификация есть полная этого, что есть религия как своеобразная форма отражения мира. Ну, ваш земной мир на небесах. И все похожи на нас. Или мы на них похожи. Поэтому говорят, преподобный какой-нибудь святой, преподобный, кто кому подобен. То ли мы ему подобны, то ли он нам подобен. С позиции идеализма мы ему подобны, с позиции материализма он нам подобен. Посмотрите на этих, на Богородицу, на мамочку. Она подобна тем мамочкам, которых мы напоминаем в рождении ребенка. То ли с них списана эта Богородица, то ли наоборот. Вот из Богородицы списаны эти мамочки. Подходишь к роддому, и много-много таких вот мамочек там появляется. Вторая форма постижения мира – это постижение мира в образах. Вот вы идете в филармонию. Вам нужны для этого понятия? Конечно, бумажку вам дадут, там содержание этой музыки могут дать. И там пишут, что композитор хотел то, то, то. Но что он хотел, это вот неважно вам. Вы будете сидеть, и у вас будут обрывать какие-то чувства, которые появляются под воздействием музыкальных образов. Правильно? И вот люди, которые эти музыкальные образы создают, называются композиторами. А мы, если мы не композиторы, воспринимаем эти музыкальные образы, но они не в понятиях. Поэтому, скажем, для языка музыки, для постижения в образах не нужен никакой язык. Не важно, какой это композитор – французский, русский, английский, японский. И для постижения музыки никакие слова не нужны. Хотя иногда их пишут, так сказать, как называется программная музыка. Но у него была одна программа. Вот смотрите, пожалуйста, и щелкунчик – это про что? Балет. Про этот, которым орехи разбивают, специальный такой есть. У меня дома был такой, деревянный раньше. Нажимаешь и щелкаешь орехи. Или он про другой. Или там, скажем, какие-то знаменитые оперы возьмете, у них там вроде бы совсем про какой-то частный такой момент. Пиковая дама. Это что, про игру в карты опера? Да, сюжет-то такой, правда? И, наконец, высшая форма, говорит Гегель, постижения в понятиях. То есть в понятиях вы можете передать другому человеку то знание, которое у вас есть. А если вы не можете передать, или у вас нет понятия, вы не можете передать это. Поэтому такого, что, я понимаю, но не могу столько сказать, это бывает только у собак, которые смотрят на вас, преданно, так сказать, а на самом деле она хочет, чтобы вы ей что-то дали. Ну вот, а тут какая-то переходная форма искусства понимания. Что за искусство понимания такое? У нас, кстати, есть два факультета искусства в университете. Один называется факультет свободных наук и искусств, который возглавляет товарищ Кудрин. был у меня дипломником он в свое время на экономическом факультете. Экономический факультет вот здесь был, только ниже, вот здесь, на третьем этаже, так вот на угла дойдете, там был экономический факультет, кафедра политэкономии, самая большая в стране. А еще есть факультет искусства, Гергеев, который возглавляет, не знаю, где он находится. Где находится факультет свободных наук и искусств, это бывшая Красная улица, а сейчас она Галерная, в углу там, у Курюкова канала. Два факультета. Ну так тут человек у нас занимается гермонептикой, вроде если он искусством занимается, понимание, так надо туда идти, на факультет искусств, а он ни то, ни сего. И, в общем, так получилось, что вот способная девушка, а никак не защитилась. Видимо, трудно очень защититься. Такая позиция, которая не позволяет обрести что-то прочное, твердое, на что можно встать и довести до результата. Ну есть такая философия, никуда из песни слова не выкинешь. Вот есть такая сейчас современная течение, очень распространенная. Дескать, у вас понимание, а у меня искусство понимания. И туда мне уже и понимать не надо. У меня уже другое, я уже могу с этим выходить. Понимание – это способ существования познающего, действующего, оценивающего человека. Понимание – это не столько познание, сколько универсальное освоение мира. Оно неотделимо от самопонимания интерпретатора. Есть поиск смысла. Поэтому понять нечто можно лишь благодаря заранее имеющимся относительно него предположениям. Предметом понимания является не только смысл, вложенный в текст с автором, а то предметное содержание, со осмыслением которого связан данный текст. Понимание человека мира и взаимопонимания людей осуществляется в стихии языка. Следовательно, все феномены взаимосогласия, понимания и непонимания, «образующий предмет гермоневтики – суть явлений языковые». Вот так вот характеризуется гермоневтика. Постмодернизм. Постмодернизм такое странное имеет название, потому что постмодернизм – это что такое? Это то, что было после современности. Если было после современности, то это уже не современность, то, что было современность. А вот сейчас это и есть модернизм. Но, по идее, более современного, чем модернизм, не может быть. Ну вот, тем не менее, получил такое название течение постмодернизм, выражает реакцию на модернизм. И вначале оформился, то есть вообще-то модернизм должен был бы тогда передний край постоянный, а не такой, что был передний край, а это передний, более передний, чем тот передний край. И вначале оформился как теория искусства и литературное направление. В 1975 году архитектор и теоретик искусства Чарльз Дженкс применил понятие постмодерна к архитектуре. По его мнению, в обществе, которому присущи плюралистичность настроения и вкусов, архитектура только тогда сможет выполнить свою функцию, когда будет обращаться к различным слоям потребителей. Вот и философия. Это, видимо, есть, наверное, различные слои потребителей и философии, и надо и философии завести постмодернизм. Речь шла о множественности форм рациональности в рамках искусства архитектуры. Наш мир – наш язык. Таким может быть девиз постмодернизма. Это означает, что культура в целом, как и человеческая деятельность, не постигает сути вещей, а эксплуатирует язык. Задача состоит в том, чтобы «прорваться» в зазеркалье текстов с целью постижения сокрытого означаемого. То есть не понимание сущности, а есть некий знак, который означает то, что мы не знаем, вот как туда прорваться. Вместо понятия «картина мира», в основе которой лежат принципы системности, соподчиненности, прогресса, появляется образ лабиринта, как символ полноты идеи мира. Здесь нет центра, нет периферии, дорожки лабиринта, подобной сетки. То, что уделёза, называется резома. Каждая дорожка имеет возможность пересечься с другой. Пространство культуры, духовных форм деятельности, искусства, философии, религии, наука – это пространство резом. Потенциально такая культура безгранична. Наше освоение мира – лабиринта, подобно путешествию, по равнозначным возможностям дороже к резомой. Так идея единства мира завершает себя в флурализме форм, методах, принципах, направлении его освоения. Освоение. Вот так выглядит постмодернизм. Итак, мы с вами двигались довольно быстро, а не так давно, ещё не прошло и четырёх часов, как мы были с древними грехами в единстве, а теперь мы уже дошли до постмодернизма, уже более современной, чем у нас в современности. Русская философия. Это довольно странное такое определение, русская философия, точно так же, как и немецкая философия, поскольку философия – наука о всеобщем. И если она о всеобщем, то она может, конечно, это и русские учёные, и немецкие учёные, и французские учёные, они вносят вклад в развитие философии. И когда говорят «русская», то имеется в виду не собственную философию, а имеется в виду, какие учёные, философы и чем занимались, если брать философов по принадлежности русских. Традиции отечественной философии – основные этапы становления русской философии. Самостоятельное творчество в области философии начинается в России лишь во второй половине XVIII века. До этого никакой русской, так сказать, философии, так сказать, в России не развивалось. А в XIX веке начинается эпоха её интенсивного развития. Когда в России стала просыпаться философская мысль, на Западе давно шла напряжённая, активная философская жизнь. То есть как бы русская философия с большим опозданием, так сказать, объявилась. Особенностью русской философии было совмещение ученичества и свободного собственного творчества. Наличие на Западе богатой и творческой жизни имело как положительное, так и отрицательное значение для России. С одной стороны, приобщаясь к философии Запада, русские люди как бы сокращали для себя путь вхождения в сложную философскую проблематику. Но с другой стороны, собственное творчество было стеснено. Целые поколения России попадали в плен к Западу. Мощь её собственного гения впервые проявилась в сфере литературы. Державин, Жуковский, Пушкин. Русская философия не теоцентрична. Теоцентрична, то есть не такая, чтобы в центре стоял бог. Ну, это понятно. К тому времени, если речь пошла о XVIII веке, уже никак бог не мог стоять в центре философии. Хотя в изначальной части глубоко и существенно религиозно. Не космоцентрично, хотя вопросы натуры философии очень рано стали привлекать внимание. Она антропоцентрична. То есть в центре русской философии стоит человек. Больше всего она занята темой о человеке, его судьбе. Всюду доминирует моральная установка. Третье. Русская мысль сплошь исторична. Она обращена к вопросам истории. Эсхатологические концепции XVI века перекликаются с утопиями XIX века. Этапы развития русской философии. Первый этап – это религиозно-философские представления русского Средневековья. Русское Средневековье продлилось почти восемь столетий. От призвания варягов в 862 году до избрания на царство династии Романовых в 1613 году общей духовной основой русского феодализма явилось восточное христианство, православие. Иоанн Дамаскин, Владимир Мономах, Нестор, летописец. Второе – это философия просвещения. Этот период длится от середины XVII века до I, III, XIX века. Это время европеизации России. Секуляризация охватывает все стороны духовной жизни. Пробудился интерес к науке и философии. Россия обратила взор на Запад. Философия пронизана наукоцентризмом. Появляются петербургские и московские университеты. Имена – Курбский, Феофан Прокопович, Татищев. Позднее просвидительство представляет Теплов, Анечков, Козельский. Третье – идейно-философские течения XIX – начала XX века. На сцену истории вышло поколение дворянских революционеров – декабристы. Разночинцы – Белинский, Герцен, Чернышевский, Добролюбов, Писарев. Так, улицу Герцена у нас ликвидировали. Чернышевский проспект есть. То есть кое-кто сохранился у нас после всяких переименований. Так, третье – идейно. Так, лидеры славянофильства – это Хомяков, Киреевский, Самарин. Мы знаем с вами, что славянофильству противопостояло западничество. И сейчас мы наблюдаем похожие оттенки в общественном сознании. Некие, так сказать, последствия славянофильства и западничества. Народничество. Ткачев, Лавров, Бакунин. Так. Как теперь Петра Лаврова называется улица? Как-то сложно по-западному. Русский марксизм. Плеханов, Ленин. Цоловьев. Развитие русской философии в послереволюционный период. Значит, лидеры славянофильства – Хомяков, Киреевский, Самарин. А народничество представляли Ткачев, Лавров, Бакунин. Философское осмысление российского исторического опыта XX века. Философия русского зарубежья имеет место. Космизм – это Фёдоров, Циолковский, Вернацкий. Отдельно можно выделить философские учения ленинизма и сталинизма. Имею в виду работы Сталина, посвященные борьбе нового со старым адиалектическому историческому материализме. Так, теперь рассмотрим такое понятие, характерное для современной философии, которое представлено теперь в самых разных вузах, во всех формах. У нас есть, например, кафедра антологии и теории познания на философском факультете. Философская антология. Она рассматривает бытие как проблему философии. Представляет манистические, плюралистические концепции бытия, материальное, идеальное бытие, специфика человеческого бытия, пространственно-временные характеристики бытия, проблема жизни, её конечности, бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Идея развития в философии, проблема сознания в философии, природа мышления. Ну вот, давайте остановимся на бытие как проблему философии. Манистические и плюралистические концепции бытия. Материальное и идеальное бытие – специфика человеческого бытия. Антология. Учение о бытии как таковом. Когда говорят антология, логос – это знание, онто – это бытие. Со времен античности в философии различает бытие и сущие. Что такое сущие? Вот есть такое стихотворение, где Пушкин говорит, «Пусть и назовёт меня всяк сущий в нём язык». Сущий. Что такое сущий? Вы различаете сущие, существующие. Сущие и бытие. Вот то, что является, то, что есть непосредственно, это сущие. Вот у вас непосредственно, вот у вас, ваш компьютер на столе, я его вижу. А что у вас там в руках? Я не вижу. Оно есть, но оно не сущие. Вот сейчас оно сущие для меня. А сейчас раз на пять оно не сущие. Сущие у вас, вот то, что на столе лежит, то и сущие. Вот у вас наличные есть деньги, да? Вот они, когда есть они у вас, вот достаньте их, они сущие. А спрятали их, они уже не сущие. А возможно, их вообще нету, если они у вас на банковской карточке, а банк лопнул. Это, так сказать, такое бытие, которое на самом деле оказывается не бытием. Сущие – это непосредственно бытие. А бытие – это то, что мы должны отличать от существования. Вот вы есть или существуете? Так сразу не ответишь, да? Или иногда спрашивают, ну как живешь? Да существую. А что значит существую? Вот у Гегеля в трёх книгах науки и логики первая книга называется «Учение о бытии», то есть о том, что есть. А существование, категория существования, находится во второй книге. И, так сказать, в середине эти книги отделена от этого бытия. А чем она отделена? Отделена тем, что предварительно перед этим рассматриваются рефлексии, творчества, различия, основания, основанного, основанное. Так вот, существование – это не просто бытие, а бытие с основанием и условиями. Вот если есть условия и основания для чего-либо, тогда оно уже берётся как существующее. А если просто есть, мы не знаем. Сейчас есть, а завтра не будет. Или через пять минут не будет. Это бытие. Бытие неустойчивое без основания и без условий. А условие – это то, без чего нету, того, что условием чего данные условия являются. А основание – то, что себя проявляет в основанном. Правильно? Вот. Бытие – это причина самого себя. Вот как рассматривают её антологи. Самодостаточное, ни к чему не сводимое, ни к чему не выводимое. Само слово «бытие» введено парменидом. Согласно его учению, бытие не возникает, не исчезает, оно существует всегда. Иначе оно не было бы бытием, а зависело бы от чего-то, что дало возможность ему возникнуть. Оно неделимо, неподвижно и закончено. Бытие упромянило умопостигаемо. То есть его можно познать. Вторым мыслителем, поставившим вопрос о бытии, был Сократ. Сократ открыл реальность, которая не является ни природой, ни человеком. Это третья реальность. И она соответствует тому, что называется бытием. В Средние века постоянно был вопрос, отразделять ли Бога с бытием, или поставить его выше бытия. Ну как вы думаете, кого поставить? Как решили этот вопрос в Средние века? Бога поставили выше бытия. В новое время гносеология вытеснила антологию. Но начиная с Канта, вопрос о бытии необходимый, составляющий всякой философии. Основными формами бытия являются бытие природы, бытие общества, бытие человека. В антологии ставятся и решаются следующие вопросы. Обладает ли мир в своём существовании единством? И что является основой этого единства? Является ли мир в своём существовании неизменным? Или он постоянно изменяется и развивается? Упорядочен ли мир в своём развитии и изменении? Подчиняется ли он каким-либо законам? Или он изменяется и развивается совершенно произвольным образом? Обладает ли мир в целом и в своих отдельных частях системной организацией или существует как простой конгломерат различных элементов? В зависимости от их решения философские концепции разделяются на материализм, идеализм, манизм, из одного выводит манизм, плюрализм, множественность, детерминизм, индетерминизм, неопределённость и так далее. Пространственно-временные характеристики бытия, проблема жизни, её конечности и бесконечности, уникальности и множественности во Вселенной. Понятие материя прошло несколько этапов в своём развитии. Первый этап – этап наглядно чувственной её представлении. Второй этап – этап вещественно-субстратного представления материи отразделяется с веществом, атомами. Третий этап – формирование философско-гноциологического представления о материи. Материя – то единое, что есть. Она – объективная реальность, которая отражается человеком в его ощущениях, чувствах, мыслях, в процессе познавательной деятельности, существуя независимо от них. Материя, как объективная реальность, обладает рядом свойств – объективность, несотворимость и неуничтожимость, неисчерпаемость свойств, существование во времени и пространстве, движение. Движение, как способ существования материи, это любое взаимодействие, взятое в единстве со своим результатом, вызываемым изменением. Свойство движения – движение материально, движение объективно, движение универсально, движение противоречиво. В середине XIX века были сформулированы принципы классификации основных форм движения материи, была создана классификация форм движения, которая включала механическое, физическое, химическое, биологическое и социальное движение. Опираясь на достижения современной науки, можно выделить большее количество форм движения материи. Пространство и время являются объективными формами существования материи. Существует две основные теории, объясняющие сущность пространства и времени – субстанциальная и реляционная. Субстанциальная теория уходит корнями к Демокриту. По его представлениям, мир – это атомы и пустота. Но именно Ньютон в своей знаменитой книге «Патематические начала натуральной философии» ввел господствующие в науке до начала XX века понятия пространства и времени, известные как абсолютное пространство и абсолютное время. Абсолютное пространство – это универсальное вместилище себя и всего существующего в мире. Оно безотносительно к чему бы то ни было внешнему всегда остаётся одинаковым и неподвижным. Абсолютное время предстаёт как универсальная длительность любых процессов во Вселенной. Оно само по себе, без всякого отношения к чему-либо внешнему, протекает равномерно. С точки зрения этой концепции, абсолютное пространство, время и материя представляют три независимые друг от друга сущности. Среди учёных, которые не соглашались с Ньютоном, был Лейбнис. И лишь в середине XIX века, когда Максвеллом была создана теория электромагнитного поля, учёные задумались о замене абсолютного пространства и абсолютного времени относительными. Тем не менее, утверждение новых взглядов на пространство и время произошло только в начале XX века, после создания Альбертом Эйнштейном теории относительности. В 1905 году появилась статья неевестного ещё тогда Эйнштейна к электродинамике движущихся тел, в которой были сформулированы основы специальной теории относительности. Через девять лет, в 1916 году, была создана общая теория относительности. Вывод – свойства пространства и времени зависит от свойств движущейся материи и от гравитационных полей, в которых происходит движение. Общие свойства пространства и времени – объективность, всеобщность, противоречивость. Общие свойства пространства – протяжённость, трёхмерность, изотропность, однородность, свойства времени – длительность, необратимость, одномерность, однородность. Остановимся на идее развития в философии. Так, а кто-нибудь может сказать, что такое развитие? Слово для всех вас известное. А Гегель говорил, что известное ещё не есть от того познанное. Ну, кто скажет, что такое развитие? Ну, навыки – это тогда уже относится только к человеку. Развитие, развивается ли природа? Там какие навыки? Какие навыки у дуба? На время лучше. Лучшая честь – опять человека. Кто может сказать, лучше это или худшее для реки? – От движения – от низшего к высшему. Или просто не от, потому что это какое-то третье, какое-то третье движется, мы и двигаемся от низшего к высшему. Движение низшего к высшему, простого к сложному. Вот это развитие. Потому что если просто движение, оно может быть и движением высшего к низшему. Правда? Разрушением, может быть. Так. Ну вот, идея развития в философии. Диалектика – это философское учение о законах развития природы, общества и сознания. Первоначально термин «диалектика» означал искусство, вести беседу, рассуждать. Сократ. Наиболее яркое воплощение диалектики, как учение о развитии, мы находим у Гераклита. Всё течёт, всё изменяется. Идеи развития, проявившиеся в разных науках, биологии, космологии, истории, были философски осмыслены в трудах представителей немецкой классической философии, прежде всего в сочинениях Гегеля. Именно в трудах Гегеля диалектика впервые была разработана как учение о развитии мира. Диалектика Гегеля разработана на идеалистической основе. Маркс и Энгельс рассматривали развитие как атрибут материи, их диалектика материалистическая. Метафизика, буквально после физики, наука о сверхчувственных причинах и началах бытия. Впервые термин употребляет Андроник Родосский, первый век до нашей эры, назвавший так группу трактатов Аристотеля о бытии самом по себе. Метафизика, как метод познания и понимания природы, сформировалась в первоначальном естествознании, затем была перенесена в философию Беконом и Локком. Классическая метафизика XVII-XVIII веков была антидиалектична, то есть не признавалась в развитии. И механистично, то есть все формы движения сводились к механической. Неометафизика существует или в форме плоского эволюционизма, или творческого эмерджентизма. С XIX века понятие «метафизика» означает в предположении диалектики метод, отрицающий качественное саморазвитие бытия через противоречия, тяготеющие к построению однозначной, статичной и умозрительной картины мира. Диалектика, будучи теоретическим образованием, представляет собой сложную систему взаимодействующих между собой моментов. Современная диалектика рассматривает в качестве своих оснований принципы объективности развития, детерминизма, системности, конкретно исторического подхода. Согласно диалектике, закон необходима существенная, устойчивая, то есть повторяющаяся связь между процессами и явлениями мира, спокойная в явлении. Законы делятся на всеобщие, общие и частные. В рамках детерминизма важно рассмотреть динамические и статические законы. Законы диалектики – это всеобщие законы, действия их живая и неживая природа, общество и человеческое мышление. Ну вот, таков закон перехода количественных изменений в качественные. Для понимания этого закона надо определить основные категории – качество, количество, мера. Качество – это непосредственная определённость предмета, количество – это более глубокая определённость. Единство качества и количество – есть мера. Развитие – есть единство количественных и качественных изменений. Это единство непрерывности и прерывности развития. Сам переход одного качества к другому характеризуется понятием «скачок». У Гегеля «скачок» определяется как перерыв постепенности. Перерыв постепенности шло, 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 вдруг раз и изменения. Закон единства борьбы противоположностей. Этот закон вскрывает в развитии его внутренний источник – побудительную силу. Для раскрытия этого закона надо определить следующие категории – тождество, различие, противоположность и противоречие. Тождество – категория, выражающая равенство объекта самому себе или нескольких объектов друг к другу. Различие – категория, выражающая отношение неравенства объекта самому себе или объекта друг к другу. Противоположность – это категория, отражающая взаимоотношения таких сторон объектов или объектов друг к другу, которые отличаются друг от друга. Противоречие – это процесс взаимопроникновения и взаимоотрицания. противоположностей. Противоречие является внутренней основой развития. Развитие представляет собой процесс становления, обострения и разрешения противоречий. Разрешение любого противоречия представляет собой скачок, качественное изменение данного объекта, превращение его в качественный иной объект. Закон отрицания-отрицания. Этот закон отражает общий результат и направленность процесса развития. В соответствии с этим законом любая последующая фаза развития предмета отрицает предыдущую таким образом, что удерживает, сохраняет необходимые черты последней, в то время как утратившие сущностные черты её исчезают вместе с ней. Спиралевидная форма процесса развития детерминируется его необходимыми атрибутами, повторяемостью и преемственностью. Основные категории диалектики раскрывают сущностные характеристики процесса развития его причину, направленность и характер. Категории наряду с законами и принципами составляют необходимую часть учения о диалектике. Категории – это наиболее общие понятия. Категории диалектики – это всеобщие понятия. К ним относятся категории сущности и явления единичного и общего, необходимой сей случайности, причины и следствия, возможности и действительности, содержания и формы и другое. Как вы заметили, мы с вами рассматриваем очень большие, обширные, можно сказать, проблемы философии очень быстро. Почему? Потому что у нас центр тяжести нашего внимания – это социальная философия, и мы, так сказать, с вами достаточно бегло проходим по тем областям, которые относятся к философии вообще. А потом наше движение познавательного будет более замедленным, тем, чтобы мы могли в категориях социальной философии разбираться досконально, поскольку они нам необходимы в силу специфики нашей с вами науки, истории. Правильно? Вот на этом позвольте сегодняшнее занятие закончить. Спасибо за внимание. Успехов! Продолжение следует...